Минецкий округ в числе лидеров по уровню развития экономики и все же показатели нужно повышать. Глава региона представил доклад о социально-экономическом положении округа. Окружные парламентарии провели предканикульную сессию, в ходе которой приняли изменения в бюджет, одобрили изменения в закон обеспечении жилыми помещениями детей и сирот и наградили жителей округа почетными грамотами собрания депутатов. Делегаты местного отделения Единой России выбрали кандидатов в депутаты горсовета. Висок кандидатов по 7 многомандатным и 1 одномандатному округу представим далее. Увеличить площадь жилфонда региона, построить дороги, отвечающие нормативным требованиям, повысить продолжительность жизни и снизить уровень безработицы в Нинецком округе. Основные направления бюджетной и налоговой политики представил в Рио главы региона Игорь Кошин. Он выступил с докладом о социально-экономическом положении в округе. По уровню развития экономики Нинецкий округ в числе лидеров наряду с Ханты-Мансийским автономным округом, Тюменской и Московской областями, Краснодарским краем и Республикой Татарстан. Так, среднедушевой доход населения на 2014 год составляет 70 213 рублей. Показатель средней заработной платы по региону 67 408 рублей. Впрочем, за трехлетний период социально-экономические показатели снизились и нужно приложить максимум усилий, чтобы они вновь выросли, отметил глава региона. Теперь, когда полномочия из Архангельской области вернутся в Нинецкий округ, в первоочередном порядке нужно будет решить основные социально-экономические проблемы, такие как состояние дорог и жилищно-коммунальной инфраструктуры, ситуацию с рабочими местами на производстве, а также развивать малую авиацию и традиционные виды деятельности. Теперь благополучие Нинецкого автономного округа полностью в наших руках, в том числе и в вопрос инфраструктурного развития. И я уверен, что мы все вместе готовы нести ответственность за социально-экономическую ситуацию в нашем регионе. Мы совершенно четко понимаем, как нам планировать бюджет и какого результата мы хотим достигнуть. Договором установлена четкая и понятная система взаимоотношений между округом и областью, что особенно важно. Отметил глава региона и необходимость исполнения указов президента Владимира Путина. Так, основное внимание Игорь Кожин уделил реализации майских указов в части обеспечения доведения заработной платы педагогов дошкольных образовательных учреждений до средней зарплаты в сфере общего образования в регионе. Кроме того, Игорь Викторович дал поручение решить вопрос по увеличению средней зарплаты педагогов образовательных учреждений общего образования до средней зарплаты в регионе. Мне как образованцу очень больно, что до сих пор не выполняется указ президента по повышению заработной платы работников дошкольного образования. Это самые трогательные люди, самые терпеливые, самые искренние, потому что они работают с самыми маленькими детьми. И, конечно же, государство просто обязано им уделить это внимание. И, на мой взгляд, у нас возможности в регионе для этого есть. В сфере строительства автомобильных дорог тоже ожидаются перемены к лучшему. С января 2015 года округ получит возможность в полном объеме осуществлять дорожную деятельность в отношении дорог регионального и межмуниципального значения. Это позволит осуществить проекты, направленные на развитие транспортной системы региона. Так планируется строительство автомобильных дорог на Ринмар-Индига, объездной дороги на Ринмар-поселок Искателей. Ну и, наверное, не только предпринимателям, а и всем жителям округа, в том числе автомобилистам, будет интересно, что добились мы все-таки решения президента о продолжении строительства дороги. Также одной из приоритетных задач развития Ненецкого округа глава региона поставил обеспечение жителей доступным благоустроенным жильем. Для решения этой задачи реализуется госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого округа». Общий объем финансирования этой программы до 2024 года составляет около 15,5 миллиардов рублей. В 2014 году планируется ввести за счет всех источников финансирования 49 тысяч квадратных метров жилья, с 2015 года по 70 тысяч квадратных метров ежегодно. С учетом поддержки из окружного бюджета к 2020 году 4300 семей улучшат свои жилищные условия, отметил Игорь Кошин. К 2021 году на каждого жителя округа должно приходиться по 27,2 квадратных метров жилья. Илья Сахаров, Алина Вучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Доклад глава региона представил на сессии окружного парламента. Она стала финальным аккордом перед депутатскими каникулами. Законодатели подвели итоги работы и внесли изменения в бюджет на 2014 год. Как всегда, основной акцент сделан на социальные вопросы. Они касаются обеспечения детей-сирот жильем и социального обслуживания граждан. Алина Вучейская продолжит. Начали сессию с приятного. За вклад в развитие региона и активную жизненную позицию, почетную грамоту собрания депутатов получили 9 жителей округа. Далее работа по повестке дня. В ней 30 вопросов, большинство – социальной направленности. Так были приняты ряд законопроектов, касающихся муниципального жилищного контроля и жилья. Мы понимаем, что жители округа, жители севера должны жить в благоустроенных квартирах. Поэтому сегодня на сессии внесены изменения в грудной бюджет. И за счет дополнительных доходов, которые мы получили от работы на Харягинском месторождении, на условиях соглашения о разделе продукции, было выделено на программу «Жилище» порядка 400 миллионов рублей. Рассмотрели и одобрили изменения в закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот. Так студенты-сироты будут освобождены от оплаты коммунальных услуг. Кроме того, сироты теперь смогут сами выбирать, где им жить. Изменения, вносимые в 94-й договорный закон, предоставляют детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот право выбора предоставления жилого помещения по договору социального найма по месту жительства детей-сирот в соответствующем населенном пункте на территории Ненецкого автономного округа. Приняли ряд законопроектов, приуроченных к 70-й годовщине победы над фашистской Германией. Так был одобрен закон об использовании копии знамени победы на территории Ненецкого округа в дни празднования юбилейного торжества. Поддержали депутаты и законопроект о поддержке родственников-участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Родственникам воевавших, которые умерли до 12 июня 1990 года, будет оказываться поддержка в натуральной форме. Поддержка подразумевает изготовление, доставку и установку памятников. Такими полномочиями будут наделены администрации муниципальных образований округа. Всего подлежат по нашим, скажем так, подсчетам, таким мерам свыше 500 человек. Сельские муниципальные образования будут, соответственно, уточнять эту работу. Мне кажется, что мы действительно все вместе должны решить эту проблему. Это касается большей части нашего старого кладбища. И поэтому я полагаю, что данная мера поможет решить эту проблему. Кроме того, парламентарии приняли изменения в закон о бюджетном процессе в Ненецком округе, господдержке некоммерческих организаций, которые занимаются социальной деятельностью, и другие социально значимые законопроекты. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В местном отделении партии «Единая Россия» выбрали кандидатов в депутаты Горсовета. Путем тайного голосования 23 делегата определились со списком кандидатур в депутаты по многомандатным и одномандатным избирательным округам. Список кандидатов в депутаты Горсовета был определен в ходе предварительных партийных и народных голосований праймерис, которые состоялись в апреле. На региональном полицовете партии он был утвержден. Согласно списку, партийцы и выбрали кандидатов. Итого, по семи многомандатным и одному одномандатному округу выбраны следующие кандидаты. Лесозаводской многомандатный округ Виталий Кожевин и Ольга Истомина. Качгардский многомандатный округ Дмитрий Захаров, Константин Сылка. Малый Качгард Вера Дроздова, Ольга Питунина. Портовый многомандатный округ Галина Медведева и Надежда Хира. Центральный многомандатный округ Ольга Старостина и Елена Сопочкина. Южный многомандатный округ Ольга Пахомова и Василий Тюкачев. Городецкий многомандатный округ Александр Пашков и Дмитрий Шарапов. Кармановский одномандатный округ Валентина Сганич. Депутаты Горсовета от партии «Единая Россия» будут избраны в единый день голосования 14 сентября. Избиратели получат два бюллетеня для выбора депутатов по многомандатным и одномандатному избирательным округам. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Сейчас мы прервемся на рекламную паузу и вот о чем пойдет речь далее. Обогревателями запасаются жители Заполярья. Тепло отсутствует не только на улице, но и в квартирах, когда заработают котельные и включат отопление. За звезду качества боролись предприятия Ненецкого округа, чья продукция стала лучше, узнаем совсем скоро. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 2-17-17. Лайтхаус-кафе – это место вне времени и без напыщенного гламура. Приятные моменты, встречи с друзьями, чудесные новости, вкусная кухня – это мгновения, ради которых мы живем. И для которых мы открыли Лайтхаус-кафе. Первомайская, 7А, 8-911-591-44-44. Продолжаем наш выпуск. Обогреватели – самый ходовой товар в наринмарских магазинах. Вместо спасения от июльской жары люди ищут спасение от холода. Столбик термометра в квартирах держит зимние показатели. Котельные уже больше 10 дней не подают тепло в жилые дома и социальные объекты. Когда радиаторы вновь станут теплыми, выяснила наша съемочная группа. Сегодня в обед срочно поехала, купила два обогревателя. Один на кухню для животных домашних и один в спальню, в детскую, потому что дети приедут на выходные от бабушки, а дома холодно. Впрочем, несмотря на непрерывно работающие обогреватели и газовую плиту, в квартире Аллы Карповой градус все равно повышается едва заметно. Плюс 15 у нее бывает лишь в сильные морозы, признается девушка. Но чтоб летом, да еще и в июле, для нее это что-то невероятное. Пока радиаторы не греют детей, временно пришлось отправить к бабушке в деревню. Мы в своей жизни обычно не прибегаем к такому понятию, как пижама. Но в этом году мы купили оба себе по пижаме, с длинными рукавами, с длинными брюками и под двумя одеялами. Одно пуховое и плед. А чтобы умыться, воду Алла нагревает на огне в ведре, как в старые времена. Впрочем, к таким условиям за 10 дней она уже привыкла. И кажется, что только кот понять не может, что происходит. Он то и дело ищет, где потеплее. Хозяйка шутит, бедняга к заполярному лету пока не привык. Мойка посуды для хозяйки этой квартиры оборачивается настоящим испытанием, а точнее испытанием для ее рук. В квартире система отопления полностью холодная. Соответственно, вода такая же. Впрочем, здесь уместнее употребить эпитет ледяная. Поэтому без таких медицинских перчаток помыть посуду практически невозможно. В детских садах ситуация не лучше. Детей одевают как можно теплее. Колготки сверху еще одни только с начесом. А на тело вязанный свитер. На градусниках едва допустимая по санпину температура. Использовать обогреватели запрещено, но воспитатели все равно идут на необходимую хитрость. В детском саду холодно. Но мы, конечно, нагреваем, пока детей нет в группе. Мы нагреваем. Дети в группе, мы обогреватели не носим. Без них никак нельзя. Находиться в таких условиях, уверяют воспитатели, для детей очень опасно. Необходимо срочно запускать котельные. Директору ПОКИТС глава города дала устное распоряжение. Необходимо подготовить к запуску все 17 тепловых установок. Спустя несколько часов котельные постепенно начали приводить в рабочее состояние. Мною была команда дана структурным подразделениям, чтобы сегодня начали подключение котельных. Однако большая часть города до сих пор продолжает жить без тепла. На предприятии ПОКИТС заверили, что это дело времени. Плавное включение продолжится до четверга. Нагреются радиаторы в квартирах жителей поселка Искателей. Но когда именно, вопрос остается открытым. Здесь главное, говорят специалисты, чтобы одновременный запуск всех котельных не спривоцировал аварию на теплотрассе. Олег Танзейский, Леонид Шишелов, Александр Дуркин. Телеканал Север. Аргус, Вита, Наринмарский хлебозавод, Нинецкая агропромышленная компания и мясопродукты. Эти предприятия боролись за звание лучшего в регионе. Победителя определили в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Звезда качества». Проект «Звезда качества» проводился в Наринмаре впервые. В декабре прошлого года состоялся первый этап конкурса. В КДЦ «Артика» прошла дегустация продукции местных производителей. Более 120 наринмарцев высказали свое мнение о качестве товара. Затем независимая экспертиза. По результатам всех пунктов проверки выявлен победитель конкурса. Победителем у нас звезды качества стали мясопродукты. Это очень приятно. Но я хочу сказать о том, что все иные предприятия доброжелательно относятся к мясокомбинату и ее работникам. Но сказали, что тоже постараются вывести свои продукты питания на тот уровень, когда и наши жители скажут, что да, у нас такой эксклюзив. И вот к этому мы будем стремиться и идти. На суд зрителей мясокомбинат представил 12 видов продукции. Звезду качества предприятию принесли 4 вида. Колбасы юбилейная, арбатская, президентская и чипсы из оленины. Отличное качество продукции во многом зависит от профессионализма технологов. Поэтому лучшим работникам мясокомбината вручили грамоты. Звезду качества как участник конкурса получил и молочный комбинат ВИТО. Конкурсная комиссия назвала выпускаемую продукцию уникальной по масштабу и ассортименту. И, конечно, мы, как лучший законодательный орган, заинтересованы в том, чтобы ваше предприятие работало, работало стабильно, эффективно, чтобы коллектив был квалифицирован, устойчивый, заплату хорошую получали. Предприятиям, участникам конкурса, организаторы оказывали материальную помощь. Не исключением стала и ВИТО. Комбинату была оказана финансовая поддержка. Если бы нам не помогли в данный момент, когда я обратилась и поддержали нас, мы бы сейчас, может, так не улыбались. Потому что на сегодняшний день мы хотя бы на счету идем и имеем денежку. Вот за это давайте всех поблагодарим. Заслуженные награды за участие в конкурсе «Звезда качества» также получили Наримарский хлебозавод, агропромышленная компания и предприятие «Аргус». По словам координатора программы в нашем регионе, депутата окружного собрания Александра Лутовинова, этот проект поддержан администрацией округа, собранием депутатов и обязательно будет продолжен. Мост через Кую будет закрыт. С 9 часов вечера 3 июля до 9 утра 4 июля будут проводить планово-предупредительные работы на автомобильной дороге Наримар-Красное. Плановый ремонт моста будет проходить на основании утвержденной проектно-сметной документации на 8-м километре автомобильной дороги. В целях обеспечения безопасности дорожного движения приказом Архангельска Автодора на участке производского работ введено ограничение движения автомобильного транспорта. Напомню, что Куйский мост будет закрыт с 9 часов вечера 3 июля до 9 утра 4 июля. Мы вновь прервемся. Смотрите далее в нашем выпуске. Ладога-2014. В Ленинградской области завершился молодежный образовательный форум. Он объединил около тысячи молодых людей из Северо-Западного федерального округа. Делегация нашего региона показала отличные результаты. Подробнее в материале Олега Хатанзейского. Акция для рекламодателей «Лето на Севере». Получите 90 выходов в вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Продолжаем наш выпуск. Реализовать свой социальный или бизнес-проект участники молодежного форума «Ладога» смогут уже в этом году. Организаторы помогут самым талантливым, в первую очередь финансово. В Ленинградской области завершился ключевой образовательный форум Северо-Запада. За семь дней молодые активисты прошли обучающие курсы. А те, кто не служил, смогли даже на пару часов первоплотиться в солдат-срочников. На полях лагеря впервые развернули настоящий мобильный пункт вооруженных сил. Ненецкий округ на форуме представила делегации из 15 человек. Результаты впечатляющие. Наш регион оказался третьим, обойдя 8 других субъектов. Что это значит и как работал образовательный лагерь, расскажет Олег Атанзейский. На молодежном форуме «Ладога» почти все напоминает жизнь в классическом пионерском лагере. Встали и умылись на зарядку, а после завтрака – занятия. Форум в этом году пусть и не юбилейный, но особенные организаторы для участников подготовили незабываемую программу. Причем образованию уделили минимум времени в приоритете знакомства, общения и обмен культурными ценностями. На открытии форума наша делегация появляется эффектно. Перед зрителями Ненецкий округ открывается в трех национальностях. Девушки зачитывают приветственное слово на ненецком, коме и русском языках. Глядя на все это, Игорь Кошин с гордостью поднимается на главную сцену форума. «Дорогие друзья, мы привезли из Дополярного круга замечательную погоду. Я смотрю на присутствующий форум, на замечательных ребят, эти прекрасные молодые лица. Одна печаль. В основном одни девочки. Получается, что ребята палатку военную, что ли, не прошли? Военную палатку можно было пройти в полевом лагере на мобильном пункте. Представлены все этапы отбора на срочную службу. Профессиональный психологический тест, нормативы по физподготовке. Также вживую можно было познакомиться и с образцами военной техники. Форумчане уверяют, интересно и познавательно. Ведь подобного они нигде не видели. Вот этот вот чемоданчик, который предназначен для ее переноски, он же может являться и стартовой площадкой. В этом году лагерь собрал рекордное количество участников. Почти тысячу человек. Все они выбрали для себя интересующие образовательные программы. Вот здесь обучают предпринимательству, есть направление для молодых политиков, будущих деятелей культуры. А это школа журналистики. Начинающих телевизионщиков. Учат работать на камеру, брать интервью и писать новостной текст. Сейчас уже со своего 17-летнего опыта в тележурналистике, я ему говорю, что не нужно поступать обязательно на профильный факультет. Потому что тележурналистике, журналистике можно научиться дополнительно. Лучше иметь какое-то профильное образование, юридическое, экономическое, оно не помешает. Во всех павильонах в основном обсуждают молодежные проекты. Например, на форуме «Высоко» оценили идею калининградских студенток. Девушки в больницах создают игровые комнаты для детей, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя как дома. Их проект поддержали финансово. А всего в этом году на поддержку молодых активистов «Росмолодежь» выделила полтора миллиона рублей. Почти все деньги отправились в Ленинградскую область. Мы надеемся, что в следующем году проекты будут еще более проработаны, более четко структурированы и интересны, инновационны. То есть каждое время наши ребята будут вносить в нашу жизнь что-то новое, интересное. Провели на форуме и КВН. Четыре сборные команды сотворили невозможное. За одну ночь они написали шутки о лагере, за час отрепетировали, а уже вечером выступили. Одна из героинь – Юлия Рочева. Она и автор шуток, и капитан своей команды. Жили участники лагеря не в палатках, как это обычно бывает, а в уютных комнатах пансионата. Поэтому даже самые сильные дождь и низкие температуры здесь никого не пугали. Несмотря на то, что была все время холодная погода, все дни были солнечными в душе. Все, кто сюда приехали, они все получили какой-то результат. И мы надеемся, что этот результат не замедлит себя ждать в нашем регионе. Наш регион участвовал во всех спортивных и интеллектуальных дебатах, занимая почетные призовые места. Итог – общая третья среди 11 субъектов. Это при том, что наша делегация – самая малочисленная. За полярная глубинка богата талантами. Во многих селах округа есть свои творческие коллективы. К примеру, в Амдерме почти на каждом празднике играет свой вокальный инструментальный ансамбль, который носит название «Поселка». На концерте группы, которую за пределами Амдермы услышать непросто, побывала и наша съемочная группа. Лидер коллектива Сергей Харс не стремится к мировой известности. Музыканты работают почти не выезжая из поселка, в том стиле, который попросит публика. Российская эстрада, советская эстрада, собственные произведения. Захотят Амдерменцу услышать какую-то песню, ансамбль подберет аккорды, проведет пару репетиций, и уже на следующем концерте прозвучат знакомые слова, которые иногда подхватывают и заезжие гости. Вырос коллектив из простых жителей поселка. Сергей Харс по совместительству директор Дома культуры. Барабанщик Андрей, инженер по ГСМ, гитарист Виктор, работает завхозом в местной школе. А за клавиши встала супруга Сергея Харса, Татьяна, юрист Амдрама-сервис. Очень просто, понимаете, как во всех коллективах. Пришли люди, захотели участвовать, захотели играть, у них тяга к музыке, и коллектив организовался. Получить известность в рамках округа коллективу непросто. Хотя музыканты и давали концерты за пределами Амдермы, гастроли влетают в копеечку. Дело в том, что у нас сильная аппаратура, ее везти, это очень много денег надо, чтобы ее привезти. С подачи администрации Заполярного района Амдерме организовали концерт в Усть-Каре. Музыкантов приняла на борт делегация во время одной из рабочих поездок. Аппаратура с трудом поместилась в Ми-8, а для доставки ее к поселковому клубу пришлось выгонять снегоуборочный трактор. Конечно, есть, хочется как-то немножко так приподняться, как говорится, чтобы люди знали, что есть Амдерма, что Амдерма жива. Посему песни коллектива звучат в основном для амдерминцев и гостей поселка. И не ради известности, для души. Есть у Челеска такой поселок с паскалом на сувороге Амдерма. Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова